Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Воистину наш Господь великий и чудный. И хотелось бы прославить Его сегодня за Его величие, за Его любовь и истину, которую воистину Он открывает любящим своим детям. Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе за Твое наставление! Через Духа Святого! Аминь! Братья и сестры, сегодня хотел бы я поговорить на тему праведности. Рассмотреть эту тему, а более конкретно поговорить на то, кто такой праведник. Какие у него поступки и какие характеристики он имеет. Итак, праведник это человек, который утвержден в истине и имеет познание Бога. Я не говорю сейчас о самоправедности, которая у нас как запачканная одежда. И о том, что только праведностью Иисуса Христа мы называемся, и рассматриваемся как праведник. Как об этом сказано в Исайе 64,6. Все мы сделались как нечистые. И вся праведность наша как запачканная одежда. И все мы поблекли как лист. И беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Это также является истиной Божией. Но сегодня я бы хотел поговорить о праведности, как о звании и о титуле. Мы знаем, что Иов, например, получил этот титул и это была его награда, которую он заслужил здесь, живя на этой земле и ведя праведный образ жизни. Давайте зачитаем Иова 1.1. «Был человек в земле Утс, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла и шунт Иов». И также о нем интересно сказано в Иове 29,12,17. Также это очень интересно о нем в Иове 29,12-17. Об этом сам он говорит о себе, то есть это были его слова. «Потому что я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного, благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как матья и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. Интересно, правда сказано? Человек, которого Бог называет праведником, как Он назвал Иова, никогда не колеблется. Он остается тверд, тверд до конца, и непоколебим в своей праведности. Знаете почему? Потому что об этом Ему свидетельствует Дух Святой. Об этом говорит в Римлянах апостол Павел 8,16. Сей Самый Дух свидетельствует Духу Нашему, что мы дети Божьи. Это не гордость говорит в Нем, и не надменное сердце, как думали в случае с Его, и Его друзья. Это говорит твердость. Дух Божий свидетельствовал Иову, что он праведник. И это звание дано ему от Бога. Но, к сожалению, это не всегда видно физическими глазами. И в большинстве случаев, человек плотской, или же человек младенческого возраста, но утвержденный в самоправедности выносит осуждающий приговор. И этот приговор заключается в следующем образом. Ты самоуверен. Ты должен пересмотреть себя. Заглянуть в себя и покаяться. не думай, что ты всегда прав. Ты тоже ошибаешься. А лучше прислушайся ко мне. Мудро было бы послушать и порассуждать в самом себе. Может быть, ты бы увидел свою неправоту. Вы знаете, человек, делающий подобные заявления, пастору или лидеру, то есть, Богом, поставленному служителю, фактически бросает вызов, самому Богу. Сам того не понимает и пытается подставить под сомнение Божье мнение Божье мнение и Божий выбор. Именно поэтому в такую ситуацию сразу же вступает Господь. И сам начинает вести эту браку. И начинает вести свою борьбу как это может проявиться. А вдруг человек заболел. Или пошли разного рода неудачи. То есть, моментальное отступление Божьих благословений. Или же может постигнуть духовная слепота и глухота. и человек начнет делать безумные поступки. Поступки, которые могут смутить и поразить даже христиан. Настолько они становятся очевидными для всех. то есть, получается, что подходит нечистый дух и начинает вытворять все, что ему захочется. Конечно же, в тех пределах, которые дает ему Бог. Такого человека становится жалко. в такой ситуации такой человек является первым, кто нуждается в ходатайственной молитве и в прощении. Он первый нуждается в покаянии. Если Господь допускает клевету на праведника, то это только для того, чтобы он еще больше мог утвердиться и закалиться в этих обжигающих холодом ветрах. Именно тогда происходит сражение между Богом и сатаной, где сатана пытается доказать ничтожность творения. Доказывая Богу, что Его творение, как Его образ, также имеет частицу дьявола в себе. То есть гордость, которой руководствуется всякий человек. Однако праведник, уже давно не живет для себя. Он следует призванию самого Иисуса Христа отвергнуться себя. Именно поэтому он является праведником Божьих глазах. Вы знаете, победа проявляется в терпении и смирении и в том, как праведник переносит клевету. Праведник никогда не будет оправдываться. Потому что он просто живет и следует заповедям Божьим. Потому что он живет following the commandments of God. Об этом свидетельствует Дух Святой его Духу. That's what the Spirit of God will bear witness about his spirit. То есть, что он стоит в праведности. Стоит на Божьей стороне. В его истине правде и любви. Таким образом он становится непоколебим. И пребывает в Божьем покое и уповании на него. Но здесь есть и другой момент. Самоправедность. Самоправедность, которая подстраивается под праведность. Все же она основана на собственном эгоизме. На самости. От этого и называется самоправедность. Она возвышается и судит по плоти. не от Духа Божьего. Она не видит ситуацию в Божьем свете, но искаженным и омраченным взглядом противника. вы знаете, когда я молился, Бог проговорил следующие слова. Как о праведнике, так и о клеветнике. Вот стоит праведник. Стоит и молчит. И сила Божья за спиной его. Эта сила повергает клеветника ниц. Сокрушает гордыню и сокрушает самость. Это было сказано о праведнике. А клеветник Божий Дух приводит в подчинение и покорность и посылает раскаяния. Происходит обновление и как бы перерождение заново. А потом слияние с Богом в чистых и нежных отношениях. Это Господь говорит к признавшему свое соучастие в деле клеветника на братья и кающегося. То есть этот человек кается. Он говорит такие слова. Я прощаю тебя, дитя мое. Я все покрыл кровью сына своего. И мы начнем с нового листа. С чистой страницы. я так рад, что ты вернулся ко мне. Прекрасные слова, правда? Но все-таки человек должен позволить Духу Святому провести работу. И человек должен раскаяться сам за себя. И только тогда происходит примирение и начало новых отношений. А праведник в это время еще возрастает и приближается к Богу. Однако хочется заметить, что каким бы праведным и богобоязненным человек не был, он все равно остается человеком. И всем нам свойственно совершать ошибки. И никто не абсолютен. Но только Сам Иисус Христос был. И поэтому Его безупречной жизнью, безупречными поступками мы можем называться детьми Божьими, иметь звание праведника в Иисусе Христе. Велико иметь желание жить праведно. И когда мы дышим этим желанием, Господь наш направляет и помогает нам и видит нас как праведников. В Его глазах мы таковы. Так как кровь Иисуса Христа стоит как призма между нами и Богом. Между Богом Отцом. Однако все равно мы можем уступиться и согрешить. Мы знаем, что великий муж по сердцу Бога Давид и он согрешил. Когда Бог создавал всех нас Он хотел бы, чтобы каждый из нас был по Его сердцу и имел такой титул по сердцу Бога. Чудно то, что через благодать прощения и святую кровь Агнца мы имеем возможность называться праведником. Да поможет нам Господь. May God help us всем сердцем вожжелать этого и порадовать нашего Бога. Просто представьте, если о каждом бы из нас Бог смело мог бы заявить сатане на весь духовный мир обратил ли ты внимание твое на раба моего или рабыню мою. И здесь поставьте пожалуйста свои имя. Ибо нет такого как ваше имя праведного и непорочного. Да поможет нам всем Господь стремиться к этому. Стремиться к праведности в Иисусе Христе. Жить праведной жизнью и совершать праведные поступки. Будьте благословлены. Будьте благословлены.